Программу «День пельмень» на Национальном телевидении Чувашии представляет сеть профессиональных стоматологий «Дентомед». Хохотушки-веселушки! Говорушки-непослушки! За животики-держалки! Обсуждалки-игралки! С нами праздник каждый день! Передачи «День пельмень»! Всем привет! Вы смотрите самую праздничную программу «День пельмень» и сегодня мы отмечаем День зебры! Ура! Ребята, поднимите руку, те, кто видел зебру. Отлично! А как она выглядит? Это черно-белая лошадь. Она всегда берет что-то в рот и постоянно стучит копытами. А я могу показать, как она скачет. Давай. Кто-то видел зебру в зоопарке, а я только в книжках. Представляете, полоски на шкуре зебры не повторяются. Их можно сравнить с отпечатками пальца человека. Ребята, как вы думаете, как называется детеныш у зебра? Зебленок. Зебеленок. Это же маленькая зебра. На самом деле детеныш у зебры, прям как у лошади, правильно назвать жеребенком. Вот люди учатся ходить один год или полтора. А во сколько лет зебры начинают бегать? После рождения, через пять дней. А я думаю, что они очень долго учатся бегать, потому что ходить на четырех лапах, это очень трудно. Как только родится жеребец, он уже пытается ходить, а через час уже может бегать голубым. Вот мы с вами говорим о животном, но есть же еще и другая зебра. Пешеходный переход. Зачем он нужен на дорогах? Я думаю, что пешеходный переход нужен, чтобы было где безопасно переходить дорогу людям, у которых нет машин. Нужен для детей, которым скучно или у них нет классиков или мела. Они будут прыгать на зебре, через полоски, и если они упадут, то они упадут в лаву, им придется все заново переходить. Ни в коем случае так не делай, потому что пешеходный переход на дороге, где ездит машина, и играть на этих дорогах ни в коем случае нельзя. Наверняка пешеходный переход был сделан для того, чтобы переходить. Но это не значит, что он был просто так. Наверное, в зоопарке была первая зебра, и в честь этой зебры покрасили пешеходный переход. Ребята, а пешеходный переход нужен только для людей? Я думаю, нет, потому что могут любые животные, например, кошка. Я видела, как кошка переходила дорогу с людьми. А как еще можно назвать часть дороги, покрашенную в черно-белый цвет? Полосатик. Черно-белые ходули. Почему ходули? Ну, потому что по ним нужно ходить. Ночь лампа. Лампа – это как бы белый цвет, а тьма – это черный цвет. Лично для меня это по-другому. Холодильник. Сзади холодильника есть решетка. Похожая на зебру полосатая, как зебра. Ну, а мы переходим к игре дня. Сейчас наши мальчики должны будут надеть на себя самую полосатую одежду – тельняшку. Тельняшки раньше носили только моряки. По одной из версий, полоски оберегали их от разной морской нечисти. Рада, внимание, марш! Стоп! 20 секунд. Владик, теперь ты на старт. Внимание, марш! 15 секунд. Итак, самая шустрая зебра на нашем празднике – это Владик! И на этом наша программа заканчивается. Веселитесь каждый день и помните, наша жизнь как зебра. Светлая полоса сменяется черной. Ну, а мы желаем, чтобы черные полосы были вот такими, а светлые – вот такими! Пока-пока! Высококвалифицированные врачи клиники «Дентомед» верны своей работе. И неизменно вот уже многие годы отлично выполняют свой долг перед пациентами. Добро пожаловать в клинику «Дентомед». А это берем обязательно. И без этого никуда. А это зачем? Пригодится. Ну что, к полету готовы? Поехали! Межрегиональная выставка товаров и услуг для детей и родителей. Планета Дети. В программе. День рождения деткиц и тор. Танцы с деткиц. Конкурсы рисунков, розыгрыш призов и много подарков. 12 мая. Чебоксара-арена с 10 утра до 9 вечера. Ход свободный. Телефон для справок 211-711. Ноль плюс. Телефон для справок 211-711. Телефон для справок 211-711.